Музыка Добрый вечер. А теперь о главном. Директор музея изобразительных искусств мира Диан Горачева заявила сегодня, что не звонила во время койтажских событий к тогдашнему заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову. В соцсетях сейчас гуляет аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Диан Горачевой, спрашивает, почему власти не могут пристрелить Атамбаева. Кто и как сделал запись, неизвестно. Но оказалось, что некоторые силы в обществе воспользовались появившейся возможностью и вовсю обвиняют Диан Горачева в том, что она призывает к насильственным действиям и даже к убийству человека. Также оказалось, что часть СДПК, возглавляемая депутатом Асиль Худурановой, написала заявление в МВД и Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против Диан Горачевой. По мнению партии, такое поведение, а также отношение к человеческой жизни неприемлемо для чиновника такого ранга, как руководитель Национального музея, который призван укреплять нравственный и моральный потенциал населения, особенно подрастающего поколения. Партия даже сообщает, что уже направила запись на международную экспертизу за рубеж. Мира Диан Горачева заявила сегодня, что уже почти месяц терпит нападки со стороны апрелевцев в связи с этой записью. И если они не прекратят эти грязные игры фантастов и проплаченных троллей и политтехнологов с фото- и видеомонтажом, ей придется подать на них в суд. По ее словам, они могли бы найти для своих атак кого-то более подходящего. Диан Горачева пишет, что как мать и человек, болеющий за будущие страны, еще несколько месяцев назад высказывала в нескольких интервью свое отношение к Атамбаеву, которого сейчас многие уже открыто называют убийцей. Но почему-то тогда полицейский СДПК не задумывался о последствиях творившегося им беспредела и беззакония, подвоза камней в хойтаж и блокирования дороги. Вот что она сказала, говорила 8 апреля. Если каждый сумасшедший человек будет ставить условия, то таких неадекватных людей надо привлекать к каким-то определенным мерам согласно законодательству. Понимаете? Если призывают к каким-то действиям, ставят ультимативные условия люди, но которые не совсем адекватно себя ведут, к ним нужно принимать всю жесткость закона. Мне кажется, мы и так за последние 5-6 месяцев и так все уже распустили, до такой степени, что кое-кто почувствовал безнаказанность. Это какой-то шабаш получается. Шабаш. Все в стране видели, что Атамбаев и его сторонники творят беззаконие, но медлительность властей и необъяснимая симпатия к нему, как среди необразованных слоев общества, так и некоторой части интеллигенции, а особенно со стороны некоторых достаточно известных СМИ, привели к тому, что человек совершенно зарвался и в конце концов совсем слетел с катушек. И этой ситуацией сторонники бывшего президента, которые сейчас оказались блюстителями нравственности, пользовались в полной мере, поддерживая призывы самого Атамбаева и его действия, вешавшие в разрез законом. Сам факт строительства пуленепробиваемого бункера, подвоз камней и мешки с песком вместе с бойницами для снайперов достаточно его характеризуют. Когда человек, как они сами выражаются, высокого ранга, оскорблял всех и вся в стране, сажал за решетку своих политических оппонентов без доказательств вины, проводя закрытые суды и подавал миллионные иски против СМИ и их журналистов, которые посмели его критиковать, эти любители порядка молчали. А он распалялся все больше и публично признавался в том, что нарушает законы и приличия. Челпун Дякупова, например, осудили к миллионному штрафу, многомиллионному штрафу, и арестовали ее дом только за то, что она на круглом столе в марте 17-го года сказала, что нельзя человеку с маниакальными наклонностями терроризировать 6 миллионов человек. Мира Диангарыча тоже могла в пылу сказать где-нибудь нечто похожее, но она утверждает, что никакого разговора с Курсаном Асановым не было и априори не могло быть. Это была программа о главном. Ее вел я на РНАЕ. Всего вам хорошего и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин